Военный исторический музей предлагает новую услугу – проверку вашего зрения. Только музейщикам важно, чтобы глаз посетителя был не столько острый зорок, сколько любознателен и пытлив. Потому что разглядеть экспонаты на выставке «История в миниатюре. Взгляд сквозь века» можно и подойдя поближе, уткнувшись носом в стекло витрин. Это если не видно издалека. А порассматривать есть что. Даже цвет глаз и мимика у фигурок максимально прорисованы. Это не считая, например, коней, чуть не сказали, блох, которые подкованы. Или мечей, сделанных на настоящей кузне. Внимание на дорогущую композицию рыцаря круглого стола во главе с королем Артуром. Кстати, у его меча есть имя, и оно читается. Ну, если уткнуться носом в стекло. Эскалибр. Эта композиция уже более 15 лет. После одной из выставок ко мне подошел старый-старый коллекционер и сказал, Юрий Валерьянович, вы таки правы, что такую композицию сделали. И на Западе эта вещь имела бы большой успех. Но вы не учли одного. У рыцарей не было автоматов калашников. И только автоматы калашников одинаковые все. У каждого рыцаря был свой индивидуальный меч. А у вас что? И действительно, получилось так, что этим рыцарем французская фирма Деграаль сделала мечи одинаковые фесы и одинаковые оловянные, похожие на полено. И вот мне в жизни попался один мастер из Рязани, ювелир Иван Ядоткин, который в это время как раз сделал ингрупционную цепь для одного главы государства. Я спросил у него, а вот мечи можно сделать? Ювелир сказал, а ведь я бывший кузнец и бывший реконструктор. Конечно, сделаю. Говорит владелец большей части этого собрания коллекционер и один из крупнейших в стране специалистов по военно-исторической миниатюре. Она, миниатюра, редкий вид декоративно-прикладного искусства. Бывает, что игрушечные солдатики стоят десятки и сотни тысяч рублей и даже долларов. В них вставки из драгоценных камней и металлов, поэтому работы имеют статус произведений ювелирного искусства. Так вот, москвич Юрий Алексеев в прошлом году уже приглашался нашим музеем, известным как Диорама, с такой же выставкой. Ее тогда посетили более четырех тысяч человек, а могла бы она уехать и за рубеж. Например, к тамошним миллионерам, которые в такие фигурки даже инвестируют накопления. И да, эти работы экспонировались в США, Италии, Великобритании, Франции, в том числе на закрытых выставках. Ну, выставка в Орел приехала просто по волшебству. Что здесь? История Египта, Рима, Средневековья, Руси-матушки? Здесь некоторые прочие исторические эпохи и географические центры. Экспонаты от двух с половиной сантиметров с хвостиком. Многие являются победителями различных конкурсов. Всего около тысячи миниатюр наивысшего качества. Можно было бы добавить еще всякие охи и ахи, нахваливая выставку. Но этот сюжет не только прозрение. Выставка уже открылась. И, надеемся, зритель это услышал. Сергей Быковский, Андрей Бодискин, телеканал Первый областной.